Доброго времени суток. Это снова курящий из окна, и мы возвращаемся в нашей третьей серии по игрушке Порт 2. Мы тут очутились в такой очень неблагоприятной для нас обстановке. Глодос наверняка думает, что мы сейчас будем помирать, а мы сейчас помирать, наверное, и не будем. Хотя, черт его знает, может и помрем. Может даже не один раз помрем, но может нам повезет. Нас, как видите, лишили снова нашей портальной пушки. Наверное, нам придется искать ее заново. Ой-е-е! Я обожаю находиться в этих закулисьях этой игры, потому что, конечно, испытательные камеры это красиво, но закулисье компания Valve нарисовала просто отлично. Если первая часть игры Портал 2 как раз была основана... Чего-чего? Погоди. Хм. Она нам даже помогает. Ей интересно с нами играться. Убьешь, не убьешь? Отлично. Ты обнаружила двойное портальное устройство. Выход в испытательную зону должен быть впереди. Дайте-ка я сейчас на секундочку сделаю звук игры потише. Не, громкость музыки. Потому что, мне кажется, мне будет сложно перекрикивать это все. Ну вот, Гладос с нами играется. Она абсолютно шизанутое существо, но очень интересное. Нам дали пушку, которая делает, наконец-то, два портала. Сможем мы посмотреть на себя? А, нет, так не сможем. О, любимая игрушка. Бесконечность. То же самое, что два зеркала напротив себя поставить, и там по каким-то верованиям может быть... Может появиться бесконечность. А ускоряться мы тут можем, кстати, не а то приседать. Ха-ха. Ладненько. Давайте играться. Пришли мы оттуда, сверху. И будем двигаться вперед. Протокол требует, чтобы после начала испытания мое взаимодействие с тобой было сведено к минимуму. К счастью, испытание пока не началось. Это наш последний шанс поговорить. Ну вот, с чего я начал. Я хотел сказать, что как раз в первой части портала компания Valve только развивала саму идею такой игровой концепции. Там были в основном комнаты с заданиями. Я каждый раз затормаживаю, думаю, что Глодос с нами начнет говорить. Давай я подвину это. Ты знаешь, какой самый большой урок, который я извлекла из твоих действий. Я обнаружила, что у меня есть скрытая функция быстрого сохранения. В случае критической ошибки, последние две минуты моей жизни сохраняются для анализа. Я могла, вернее, была вынуждена снова и снова переживать то, как ты убивала меня. Ты знаешь, сделай ты такое кому-нибудь другому. Они потратили бы всю жизнь, чтобы отомстить тебе. К счастью, я выше этого. Я буду рада забыть обо всём этом и вернуться к работе. В конечном итоге, у нас масса работы и лишь 60 лет, чтобы её сделать. Примерно. У меня нет точных метрик. Угу. Чё-то мне это не нравится. Ну ладно. А вось из нас не сделают лепёшку всеми этими... ...возможными способами. Это единственное, чем меня раздражает, что здесь нету карты. Это игры. И надо полагаться только на свои возможности осмысления. Как я уже говорил, мозг у меня крайне маленький. Маленький такой, маленький. Но я всё равно стараюсь. Вот чего означают эти щитки... ...я каждый раз забываю. Вроде здесь не подсвечено ничего. А по-моему, здесь должно обозначаться, чего нас может встретить в данной комнате. Но, как вы видите... Я сейчас уберу это с пути. Тут просто свалка. Как вы видите, комнаты перед нами тоже, по сути, нету. Самое важное, ты снова здесь. Со мной. И теперь я знаю все твои приёмчики. Поэтому ничто не помешает нам проводить тесты до конца твоих дней. А потом, кто знает... ...придумаю себе хобби. Может, воскрешение мертвецов. Если честно, каждый раз, когда слушаю нашу Глодос, у меня складываются очень сильные ощущения, что здесь есть какая-то доля такой лесбийской любви, если можно так выразиться. Потому что она нас, по-моему, и искренне нравимся. Хотя она не должна различать наши различия между нашими физиологиями, так сказать. Ей-то пофиг, она железная. Извини за беспорядок. После того, как ты убила меня, я немного запустила этот комплекс. Кстати, спасибо за это. Проверка сарказма завершена. Отлично. Всё снова работает. Пока ты будешь проходить первое простое испытание, начну всё восстанавливать. Попытаемся узнать, как испытуемые ведут себя, если запереть их в помещении со смертоносными лазерами. Не-не-не, подожди, лазеров не надо. Дайте я сохранюсь. Так, это у нас вода или кислота? Подозреваю, что всё-таки кислота. Хотя, может, и вода. О-о-о. Тепло, тепло. Куда нам надо-то? Нам куда надо, наверное? Вообще, нам, скорее всего, этот лазер надо направить вот в эту точку, насколько я помню, игровую механику Портала. Но для того, чтобы это сделать, нам нужен кубик. Такой зеркалящийся, что-то кубика я не вижу. Но есть ещё подозрение, что так как весь комплекс разрушен, а Глодос не совсем это осознаёт, то, наверное, здесь может быть абсолютно левый проход. Хотя нет, я же забыл, нам не только кубиком, нам ещё и просто порталами можно это всё делать. Так что... Единственное, да. Надо делать это, находясь не здесь. Всё-таки это у нас вода. Мимо. Попал! Не дурно. Я и забыла, как ты хорошо с этим справляешься. Всё же нужно поторопиться. Нужно провести ещё много тестов. Ну, снова я забыл засечь время. 8 часов 9 минут. Мне кажется, я это начал примерно ровно в 9. О, 8. Ну, постараюсь тоже сделать. Примерно минут на 20 или до логического конца. Следующее испытание связано с кубами преломления подавленности. Я сконструировала их буквально накануне твоего эпизода. Теперь мы сможем посмотреть, как они работают. Один должен быть в углу. Нас до сих пор учат. Хотя мы уже отвечали и на вопросы о том... Ну, обо всём, короче говоря, методом прыжка. Давайте снова уроним камеру. По-моему, в Стиме была такая задачка, ну, достижение. Сломать какое-то количество камер. Но, по-моему, я её уже выполнил, когда первый раз играл. Ведь, на удивление, пройдя Портал 2 уже один раз, я, по-моему, получил примерно половину достижений. И, скорее всего, за это прохождение я тоже не получу всё. Потому что там есть какие-то абсолютно извращённые варианты. Фильм ужасов, ё-моё. Фильм ужасов, ё-моё. Так, прыгаем. Допрыгнул. Вот, это то, чего от нас хотели. Ну, как я уже говорил, первые задания, они абсолютно простые. Во-первых, для тех, кто не играл в Портал 1. Во-вторых, просто чтобы сразу не нагонять скуку. Потом появятся абсолютно манковыносящие задания. А пока что мы будем играть. Ага. Я так понимаю, нам ещё один куб надо взять. А может, камеру можно положить, а? Не зря же я её сбивал всё-таки. Прекрасно. Вот результаты теста. Ты ужасный человек. Я серьёзно, тут так и сказано. Ужасный человек. Хотя мы на это даже не тестировали. Вот забавно. Похоже, лёгкий глюк в игре всё-таки есть. Владос поняла, что мы положили что-то на кнопку и сказала, что задание мы выполнили. Но камера недостаточно тяжёлая, и дверь у нас не открылась. Ну ладно, давайте ещё один кубик тогда возьмём. Где их берут-то? А, вон. Да. Да ё-моё, ай, не надо. Не понял. Не понял. А, понял, похоже. Задание уже не настолько простое. Нам надо положить его на порталивающуюся поверхность, этот куб. Потом, поднявшись наверх, уже доставить этот же кубик к себе. Методом портала. Давайте сделаем так. Теперь бы его поймать ещё. Ай. Лазером нас покорябало. Ну вот, Владос нам уже ничего не говорит. Видимо, один раз прошли задания, хватит. Поехали дальше. Закурю. Не расстраивайся, из-за этой оценки ужасный человек. Это лишь оценка на основе данных. Если тебе интересно, теперь есть научное объяснение, почему твоя мать бросила тебя при рождении. Ну, сволочь, а? Если я называл того мужика психологом, то Глодос, она и псих, и психолог одновременно. Если честно, кстати, большинство психологов немножко странные люди. Уж не знаю, это они так становятся психологами из-за этого, или это их доводят их больные. Но я общался с некоторыми, и каждый из них был очень странным человеком. Если б я был не самим собой, а нормальным, то, говоря с ними, я бы вообще подумал, что это полнейшая бредятина. Почему этот человек может меня лечить, своего самого лечить надо. Так, чё у нас тут за задачка? Ещё вниз нам тут можно зачем-то. Чё у нас тут? А, тут у нас какая-то тайна. Вилли Паиа. Донт Ивен Трай. Филс Лайк Триал. О, успокаивающая музыка. Баночки какие-то. Похоже, тут у нас сидел какой-то товарищ. Если я помню историю Портал 2, то действительно здесь какой-то есть ещё один человек, следы которого мы постоянно можем находить в игре. Вот это, видимо, его временное убежище. Недалеко он прошёл. Так. Вот у нас тут есть кубик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот Майнкрафт у меня засел в голове, хоть я в него не играю уже, наверное, месяца два, если не три. Но у меня чётко было ощущение, что встал на краешке, зажал шифт и не упадёшь. А я за... Ой. А я зажал шифт и ничего не изменилось. Чё, допрыгнем? Не допрыгнем. Ну, зато кубик там оставили. Да, наверное, это надо делать в два этапа. Вот так вот. Сейчас на лазер упаду. Нет, не надо, не надо, не надо, не надо. Это раз, а два? Ага, два там. А кубик у нас, чё, один? Ага, прикольно. Да, это мы уже должны делать без кубика, это мы должны делать с порталами. Мимо. Поздравляю, не по поводу теста. Большинство выходит из консервации очень худыми. Хочу тебя поздравить. Тебе каким-то чудом удалось набрать несколько килограммов. Зараза. Ой. Поехали. Смотрим на часы. С момента последней проверки прошло 8 минут. Ну, наверное, ещё минут 8. Последнюю камеру я сегодня пройду. Разом. Один момент. Ты проходишь эти тестовые камеры быстрее, чем я успеваю их строить. Ты можешь притормозить и заняться чем-нибудь другим, чем-нибудь, что не разрушит этот комплекс. Вот эти вот картинки движения панели, это была вторая вещь, которая меня в трейлерах к Портал 2 поразила просто невероятно. Я, в принципе, такой любитель хай-тек стиля. И это здорово, короче говоря. Чё, нас сюда не пустят? О, блин. А я хотел. Не, похоже, не пустят. Порталящихся поверхностей тоже нету. Ну, давайте идти вперёд. Не пойми зачем. Ну, хотя у нас тут всегда одна и та же цель. Снова замочить Гладус. Так, надо мне, кстати, сделать одну забавную вещь. Так я свожу свой звук и видео отдельно. То есть сейчас мне надо чисто для сведения сделать забавную вещь. Сейчас я пущу Портал в стенку и сразу же скажу раз-два. Как только я скажу раз, я пущу Портал. Раз. Теперь мои методы по сведению в аудио будут намного проще. Текс. Текс. Ну, вот как я и говорил, уже сейчас приближаются моменты, когда я не знаю, как это всё комментировать. Но будем пробовать. И зачем нам этот ящичек? Нам его, наверное, туда надо, да? Как нам туда добираться? Вроде открыть Портал там негде, да? Хм. А-а-а, точно. Лазерный лучик надо вот сюда вот пустить. Прикольная, кстати, заготовка, что если я открою Красный Портал прямо там, меня бы и сожгло этим лучом вот из этого портала. Так его надо вот сюда вот открыть. Примерно. Ага. Но всё это надо делать, похоже, вот оттуда. Ладно. Нам некуда торопиться, мы можем и так. Да, ну, раз уж на то пошло, то могу левые вещи поговорить. Я очень сильно благодарю людей, которые... Ну, как... Ой. Ха-ха. Забавная вещичка. Ладно, давайте проедем немножко. Вот так вот мы пройдём. К твоей чести ты меня слушаешь, но к твоему сведению нет нужды делать всё так медленно. Сильно хочу поблагодарить людей, которые хотят на чего-то хорошего поблагодарить меня. Вот сегодня мне, например... Продолжим испытание. Не сегодня, а за последние два дня два человека мне подарили несколько игр. Мне подарили магику. Я тоже знаю, что она популярна среди тех, кто у меня в друзей в стиме. Мать, как он мне подарил человек под именем Dantes3335. Если я не ошибаюсь. И... Lexus. Lexus 98, не помню точно. Ещё давным-давно подарил мне один замечательный набор инди-игр, среди которых там эти... VVV... Yet It Can... Блин, People Can Fly, хочется сказать. А ещё это Vertiцы, короче говоря. Ещё пара замечательных игр. И... Не хочу соврать. Ещё Дарт Димон, кажется, хотел мне подарить CS Source. Пока не подарил, но... Мне кажется, это будет так. Если не подарят, то я и так ему благодарен чисто за желание. Я очень благодарю вас. Спасибо, что... Вы так реагируете. Ну, а к тем, у кого нету стима, или нету игр, или нету желания, хочу обратиться ещё раз с своим странным заявлением. Прошло двадцатое число. Прошло двадцатое число. Двадцатое число срок уплаты коммунальных услуг. Соответственно, городской телефон. Оплата квартиры. Оплата электричества. А из-за интернет мне надо будет платить в конце месяца. Если у вас как-то впечатлило то, что я делаю, что-то вам нравится, я её ещё... В здании используется воздушная панель веры. Она была разработана в ходе исследования, как испытуемые справляются с трудностями, если их катапультировать в космос. Результат оказался очень информативным. Никак. Удачи. Снова эта зараза меня прерывала. Ну так вот, единственное, что я хотел сказать, если у кого-то из вас есть желание меня поощрить не только морально добрыми словами и плюсиками, а денежно, то сейчас самое время. Потому что за квартиру, за телефон, за интернет, за всё остальное, за электричество платить надо до хрена денег. Мои реквизиты вы можете найти на моём канале слева. Понимаю я пока что вебмания и Яндекс.Деньги. А если нет, то просто скажите спасибо. Или что вам понравилось, это тоже хорошо. Текс. В принципе, мне что-то кажется, что сейчас можно серию заканчивать. Прошло уже минимум 20 минут. Ну давайте попробуем опробовать вот эти вот панели Веры, или как она там их назвала. Надо хотя бы разобраться, куда нам надо. Да. Надо нам в эту дверцу, а эта дверца у нас открывается где? Эта дверца... А, не, нам наоборот, в ту дверцу надо, да? Да, нам надо взять... Ящичек, кубичек. Камеры я по-прежнему не люблю. И положить его сюда. Ящичек у нас будет прыгать. Ай-яй-яй-яй, успею, 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 не успел. Ай, не успел. Полеты во сне и наяву. Почти. Ну давай. Блин. Е! А чувствую и в этой игрушке люди, которые все хотят услышать, как я ору и матерюсь, все-таки дождутся своего, в конце концов. Но пока что этого еще не происходит. Ты дышишь ненастоящим воздухом. Закачивать его так глубоко под землю слишком дорого. Я задыхаюсь. Мы просто удаляем двуокись углерода из воздуха, освежаем его немного и закачиваем обратно. То есть до конца своих дней ты будешь дышать одним и тем же воздухом. Мне показалось это интересно. Да, хотел показать, как я задыхаюсь на фоне ее говорения, но мне кажется, я все-таки чуть тише этих персонажей говорю. Но совсем-совсем чуть тише. Еще я постоянно задеваю ногой розетку. Посмотрим, какой следующий тест. О, улучшенные воздушные панели Веры. Отлично получаю удовольствие паря в воздухе и не думая о мире. А я пока схожу принесу сюда пару тонн битого стекла. Я иногда задеваю ногой розетку, в которую у меня включена саунд-карта. Ну, звуковая карта внешняя. Если у вас есть, вернее, за это видео два раза были такие странные электрические звуки, прошу прощения. Я постараюсь этого больше не делать. Ну а на этом моменте хочу сказать вам, что серию мы заканчиваем пока что. Следующая будет либо завтра, либо через пару дней. А возможно я все-таки закончу машинариум. Не знаю. Ну, так или иначе, это был Курящий из окна. Всем пока!